В посольстве Китайской Народной Республики прошел семинар по случаю десятилетия предложения инициативы «Пояс и путь». В семинаре приняли участие полномочный посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации господин Джан Ханьхуей и депутаты Государственной Думы Российской Федерации, а также представители Российской Академии Наук. На сегодняшний день 152 страны и 32 международные организации подписали Китай более 200 документов о сотрудничестве по совместному строительству одного пояса, одного пути. Таким образом, инициатива охватила более трех четвертей стран мира. За последние десятилетия инициатива «Отим пояс, один путь» выдержала такие вызовы, как глобальный экономический спад, серьезная ковидная ситуация и обостряющаяся конкуренция между крупными державами. Данная инициатива получила одобрение разных стран мира и уже записана в итоговых документах важных международных механизмов и организаций, таких как ООН, ЧИ-20, ОТЭС и ШОС. Она стала глобальным общественным благом с наибольшим количеством участников в современном мире. Китай подчеркивал равное положение всех участников и строителей инициативы, а также тех, кто приносит вклад в ее развитие. Инициатива призывает учитывать интересы сотрудничества и озабоченность разных сторон, чтобы результаты развития сотрудничества в еще большем объеме и более справедливо приносили пользу народу разных стран. Хотя инициатива «Один поезд, один путь» зародилась в Китае, однако в ней сочетается уникальная мудрость и идея различных стран. И она ориентировочна на мир и общее будущее человечества. Генеральный секретарь ООН Кутериш заявил, что совместное строительство инициативы «Один поезд, один путь» взаимосвязано с новыми целями развития тысячелетия ООН. Инициатива и цели представляют миру общественные блага. Чуть менее года назад мы также по приглашению товарища Чжан Хан Хуэя собрались в этом зале, чтобы обсудить итоги 20-го съезда Коммунистической партии Китая. Отрадно, что многие прогнозы, прозвучавшие на предыдущей конференции, уверенно воплощаются в реальности, а проведение таких мероприятий становится доброй традицией. Они позволяют представителям политических кругов и научного сообщества России обсудить с посольством Китайской Народной Республики в Москве основные тренды внутренней и внешней политики Китая и российско-китайских отношений. Уверенно, сегодняшнее мероприятие несет существенный вклад в углубление взаимопонимания между нашими странами в развитие наших отношений. Дорогие друзья, в этом году практически по всему миру отмечается десятилетие выдвижения инициативы «Один пояс, один путь». В следующем месяце в Пекине на третий форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках данной инициативы соберутся лидеры многих государств мира, чтобы обсудить итоги и наметить планы ее дальнейшей реализации. К БРИКС, ШОС и другим организациям, где ключевую роль играют Россия и Китай, стремятся присоединиться все новые страны, в то время как все больше и больше государств недовольны работой Европейского Союза. Повторюсь, наше государство опирается на то, что в основе успешного развития любой страны, любой организации и любой инициативы лежит открытость, равноправие и взаимная выгода. Именно поэтому за прошедшие 10 лет мы стали свидетелями астрономического взлета политики «Один пояс, один путь». По состоянию на 2023 год этот проект связывает более 150 стран, в которых проживает 75% населения мира. В рамках инициативы реализуется несколько тысяч проектов стоимостью в сотни миллиардов долларов, целью которых является развитие инфраструктуры, укрепление торгово-экономического сотрудничества между странами, повышение уровня жизни их населения. Несмотря на всю нестабильность международной системы, странам-участницам удается преодолевать все трудности на пути реализации инициативы. Субтитры создавал DimaTorzok